Олёкминский район в Якутии занимает первое место по выращиванию картофеля. Поэтому поддержка строительства овощехранилища в городе позволит не только приобрести его местному населению, но и решит проблему хранения. В 2015 году в селе Сан-Эхтад было открыто картофелехранилище, тем самым решив хранение урожая большого куста. Оставалась проблема самого Олёкминска, жители которого, несмотря на большие урожаи, приобретали в магазинах привозные овощи. Традиционная лента на хранилище в городе поставила точку в этом вопросе. Мы готовы работать с медальными предпринимателями, с учреждениями муниципальными. Получается, наши детсады, наших детей, наших школьников, мы готовы обеспечить местной экологически чистой продукцией, Олёкминскими куферами и овощами. Поэтому наши двери открыты, мы ждём всех. 500 тонн на это количество рассчитан объём. Пока здесь заложен картофель, но объёмы позволяют здесь же хранить и овощи. И если ранее сельчане опасались нарастить посадочные площади именно в связи с отсутствием места хранения, то теперь такая возможность реальна. Объём очень большой. Мы можем тут почти до 700 тонн картофеля хранить. И это не конечный результат. Следующая ступень – налаживание переработки. Инвест-проект практически готов. И в следующие годы мы будем уже развивать в дальнейшем это производство. Перспективы по району уже отчётливо видимы. Постепенно отлаживается весь механизм в целом, заметил Пётр Алексеев, министр сельского хозяйства республики. Решаем вопрос и с кадровой поддержкой налажен плотный контакт сельскохозяйственной академией. Мы будем стремиться к тому, чтобы не только ко времени урожая, чтобы студенты туда приезжали. Будем стремиться к тому, чтобы сначала посева, всё лето, чтобы там наши студенты проходили производственную стажировку. Вот такая работа проводится. СХПК «Алёкма Агропродукт» и для себя не считает это конечным результатом. В планах ставить бокс, где будут созданы условия для хранения капусты. Ей нужен немного другой температурный режим.